Слава Господу! Слава Господу! Но вместе с тем она молилась, хотя горько плакала, и она была в горечи, в сердце, и дала обет Богу. И Господь услышал её молитву, принял её обет. И она получила долгожданного мальчика, сына, которого отдала Богу по обещанию. И Дух Святой наполнил Анну, и она пророчествовала. И затем Дух Святой стал говорить её сыну. И Самуил — один из ярких примеров божественного, Божьего человека, оставлен он в Библии. И это пример служения Богу, послушания Богу, пример того, как Господь говорил через него в самые разные, самые простые, обыкновенные ситуации жизни людей, и также в очень сложной ситуации, когда была война, вражда. Написано о нём Первое Царство в 3 главе, 19 стихом. Первое Царство 3, 19. Что возрос Самуил, и Господь был с ним. Что может быть лучше и сильнее того, чтобы знать, что Бог находится вместе с этим человеком? Бог с человеком, Бог с тобою, Бог с Самуилом. Господь был с ним. Это значит, это было реально, это было по-настоящему, об этом записано. И не осталось ни одного из слов его, не исполнившимся. И узнал весь Израиль от Дана до Версавии, что Самуил удостоен быть пророком Господним. И продолжал Господь являться в Силоме после того, как открыл себя Самуилу в Силоме через слово Господне. Вот такая характеристика о Самуиле. Представим, если бы Господь говорил это о нас с вами, или Господь хочет, чтобы было с нашей жизнью так же, чтобы мы возрастали, чтобы Господь был с тобою, чтобы не осталось ни одного слова, которое Господь говорил бы в твою жизнь, и через тебя не осталось бы ни одного слова неисполненным, чтобы узнали все люди вокруг, что Бог действительно говорит, Бог действует в твоей жизни, что Господь действительно исполнил слово Господне. Самуил был ответом для народа, потому что они были угнетаемы филистимлянами, они нуждались в откровении, нуждались в водительстве, нуждались в решении даже простых, насущных задач, например, как это было у Саула, молодого человека, сына Киса. У него была какая задача? Найти ослиц, найти животных. Он потерял их, и он пошел искать, и он нигде не мог их найти. И в 9 главе 1 царств написано, «Пропали ослицы у Киса, его звали Кис, отец Саула. И он сказал сыну, возьми с собою одного из слуг, встань и пойди поищи ослиц». Знаете, не всегда пропажа и потеря чего-то является трагическим. Трагическим. Иногда Бог использует это для того, чтобы мы нашли Бога. Саул искал ослиц, а нашел Бога. Нашел царство, нашел слово от Бога, нашел откровение от Бога. Часто в нашей жизни Божье вмешательство начинается с нашей нужды. Что делать? Физическая какая-то проблема. Кто-то паспорт потерял, кто-то потерял другую, какую-то вещь, ключи. Человек потерял финансы. Случилась болезнь, какая-то другая нужда. И мы знаем, что у нас это не получается. Тогда начинаем взывать к Богу. И этот момент происходит сближение с Богом. Мы начинаем смиряться, искать Его. «Господи, Ты всё можешь. Ты можешь. Помоги, Господь. Ты всё можешь. Каждый из нас что-то терял в жизни, наверное. Правда же, да? Иногда терял какую-то вещь, терял паспорт, терял важный документ. И некоторые находили из нас в самый последний момент. Некоторые теряли финансы, кошелёк. И вы знаете, вы нашли в таком месте, прямо вот никто бы, ну, может быть, не подсказал бы тебе. Вот такой Бог тебе помог найти. Иногда это прямо на улице, и никто не успел это взять. Ты вернулся, всё это лежит на месте. Мы благодарны Богу, когда Господь отвечает нам и помогает. Мы в трепете потерять очень опасно какую-то вещь. Там в другой стране, например, документы и всё. И поэтому мы молимся о благословении. Мы молимся, чтобы Бог хранил, чтобы Господь помог, чтобы содействовал. Мы просим Бога, чтобы Он нам отвечал. И вот в жизни нашей эти ситуации, они иногда нам приносят скорбь. Мы переживаем, ну вот, какие-то утраты, какие-то потери. Но это может послужить к тому, чтобы мы найдём Бога. И вот случилось так, что молодой человек, Саул, он искал ослиц. И он прошёл на гору Ефремову, и прошёл землю Шалишу, но не нашли. И пришли в землю Шалим, и там их нет. И прошёл он землю Вениаминову, и не нашли. Сколько десятков километров, сколько сотен километров они прошли? Сколько в этих землях содержалось квадратных километров? Мы не знаем. Но они прошли очень много. Землю Вениаминову, и землю Шалиш, и Шалим, и гору Ефремову. Ну, гора Ефрема, это гора, там, тоже близко к Иерусалиме, потому что Ефрем жил рядом с Иудой. И они всё обыскали и не нашли. Для чего? Почему? Потому что они пришли в землю Цуф, 5 стих, и Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдём назад, чтобы Отец Мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, «Вот в этом городе есть Человек Божий, уважаемый, всё, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти». «И сказал Саул слуге своему, «Вот мы пойдём, а что мы принесём тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему». Что у нас? Хлеба не стало, это значит, они уже скушали, съели свой запас. Ничего уже у них нет. Сколько дней они ходили, мы не знаем. Но я не думаю, что мы за день обыскали все эти земли, все эти подлесок какой-то, перелесок, просеки, поля. Я думаю, что они искали всюду, и ушло достаточно времени. И вот здесь слуга говорит, он знает, что у пророка будет откровение. Почему он это знает? Потому что, как я сказал вначале, Самуилу Господь открывал даже самые простые обыкновенные дела, а также сложные дела, то есть идти в сражение, вознести ягнёнка, и Бог давал победу Израилю. И вот такой был человек, что о нём знали, именно знали это, что он откроет и скажет нам. И опять отвечал слуга Саулу, вот в руке моей четверть сикли серебра, четверть шекеля. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. В Ветхом Завете Господь учил, что когда идти в Дом Божий, Он говорил, не являйся с пустыми руками, Господь говорил, пред лицом моё. Поэтому люди приходили, они старались что-то принести, благословить нам Дом Божий, благословить львитов, которые там служили, у которых не было своих полей, своего бизнеса, своей работы. И они вот понимали, что хотим чем-то благословить. И вот не хотели с пустыми руками идти, видите, и это важный для нас принцип, чтобы мы так же друг друга благословляли, чтобы мы, когда идём кого-то, навещаем кого-то, старались кого-то благословить. Это так приятно, когда у детей Божьих, у них такое, ну, сердце, и старая русская традиция, наверное, и украинская, что куда-то идут, там дети, там конфеты, чего-нибудь принести. Это хороший, хороший добрый знак. И вот у этих двух людей было доброе намерение. Но один считал, что у них уже ничего нет, а второй он нашёл четверть, то есть четверть шекеля. Ну, шекель, это где-то около доллара он стоил раньше, не знаю, поменьше. Вот четверть доллара, или сколько это может быть? 20 центов евро центов, я не знаю, но это было так немного в руках у того человека. И прежде у Израиля, когда кто-нибудь шёл вопрошать Бога, говорили, пойдём к прозорливцу, то есть, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливец, прозорлив, то есть прозорливость, это значит, смотрящий вдаль, смотрящий вперёд, видящий будущее. И вот пророки стали называться потом, а сначала прозорливец. И вот они говорили, пойдём к прозорливцу. Теперь же потом стали говорить, пойдём к пророку. И сказал Саул слуге, хорошо ты говоришь, пойдём. И пошли в город, где человек Божий. Когда они поднимались вверх в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец? То есть пророк. Те отвечали им и сказали, здесь есть, вот он впереди тебя. Только поспешай, ибо он сегодня пришёл в город, потому что сегодня у народа жертвоприношение на высоте. Когда придёте в город, застанете его, пока он ещё не пошёл на ту высоту, на обед, ибо народ не начнёт есть, пока он не придёт, потому что он благословит жертву, и после того станет есть званые. Итак, ступайте, теперь ещё застанете его. Вот так отвечали девушки. Они всё знали. Они знали, какое движение в городе, и они знали, что этот Божий человек, он, когда придёт, он благословит жертву и благословит пищу, и все будут его ждать. И апостол Павел говорил, когда собираетесь на вечерю Господню, то друг друга ждите. Это важно ожидать друг друга. И пошли они в город. Когда вошли в середину города, то вот Самуил выходит навстречу, чтобы идти на высоту. И Господь открыл Самуилу в день до прихода Саулова и сказал, «Завтра, в это время, я пришлю к тебе человека из земли Вениаминовой, и ты помашь его в правителя народу моему, Израилю, и он спасёт народ мой от руки филистимлян, ибо я презрел на народ мой, так как вопли его достиг до меня». Посмотрите. «Вопли его достиг до меня». Молитва в ответ на нужду. Нужда какая? Филистимляне притесняли. Вопль. Народ вопил Господу. Даже им нельзя было иметь свой меч, даже нельзя было иметь кузницу и не иметь точащие вот эти инструменты, чтобы заточить, потому что филистимляне запретили им иметь что-то, что точит, чтобы они не наточили ножи, чтобы не наточили сошки, не наточили косы или острые предметы и не восстали на них. Посмотрите. Израиль был под тиранией. Им нельзя было иметь холодное оружие. Нельзя было иметь стрелы, копья. Поэтому они ходили к филистимлянам. Те им должны были заточить. Посмотреть, что они точат. Если кухонный нож, это одно, а если какой-то предмет, конечно, меч или что-то. И поэтому они были пораженные, побежденные. И они стали молиться и взывать к Богу. И Бог говорит, их вопль достиг до меня. И теперь я поставлю правителя, который спасет их от филистимлян. Все это был ответ на молитву. На молитву Анны был ответ Самуил. На молитву Израиля был ответ. Бог дает им вождя, правителя, который будет вести войны. Они это просили, он дал им. Когда Самуил увидел Саула, смотрите, Бог реально ему говорит. Я верю, что в настоящее время Бог также хочет близко говорить нам. Он хочет открывать нам. Он хочет показывать нам, что будет впереди. Он хочет открывать нам намерение сердечное. Господь живой Бог. Он не изменился. И здесь Самуил был предупрежден. 17 стих. Когда Самуил увидел Саула, то Господь сказал ему, вот человек, о котором я говорил тебе, он будет управлять народом моим. Помните апостола Петра? Иди с этими людьми, немало не сомневаясь, Дух Святой сказал. Помните Ананию, который слышал голос о будущем апостоле Павле? Иди, я избрал его, чтобы он говорил слово пред царями. Это было откровение, явное откровение. И поэтому Анания пошел помолиться за Савла, чтобы он исцелился, чтобы он прозрел, чтобы исполнился Святого Духа. Друзья, водительство Духа Святого, откровение Духа Святого, оно необходимо, оно важно в нашу жизнь, причем ежедневно. И вот здесь такая история, она очень-очень особенная. Представьте, он подходит к Саулу, встречаются, и Бог говорит, вот тот человек, о котором я сказал тебе. Бог предупредил из колена Вениаминова, он же не мог знать по-человечески, а вот Бог ему открыл. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил, скажи мне, Саул подошел и говорит, где дом прозорливца? И отвечал Самуил Саулу и сказал, я прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня, и я отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. Смотрите, какая точность. Я думаю, он затрепетал, я думаю, он заволновался, представьте, он говорит, иди за мной, я отпущу тебя завтра утром. Это значит, у пророка была власть, он не просто говорил, хочешь, приходи, хочешь, уходи, но он говорил, волю Божию, иди за мной, иди впереди меня на высоту, и я все скажу, что у тебя в сердце. Хочет Бог, чтобы у нас была такая близость с ним? Хочет. Хочет ли Господь, чтобы так близко говорить нам? Хочет, друзья, вы верите в это? Нужно ли нам, кто верит в это, друзья, все верим в это? Нужно ли нам к этому стремиться? Нужно. Павел говорит, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, ревнуйте о том, чтобы иметь о дурах духовных, особенно о том, чтобы пророчествовать. Бог хочет иметь, чтобы народ Божий имел откровение, чтобы открыть тебе, и ты знаешь, Бог это мне открыл, поэтому я могу делать такой шаг веры. Бог может открыть нам особенные шаги, большие шаги. И когда нам открыта, например, покупка здания, вот как вы знаете, в моей жизни, или в жизни церкви, или какие-то другие вещи, телевидение, когда Бог говорит, тогда можно идти. Если Бог не говорит, мы боимся делать шаг, потому что это будет стоить больших средств, больших затрат. И если без Бога, мы не сможем. С Богом мы всё можем. И вот Самуил является примером близкого с Богом общения. Бог слышал ему и отвечал ему. И он говорит неожиданно, это знамение, 20 стих, «О об аслицах, которые у тебя пропали, уже три дня». Так сколько дней они ходили? Три дня. Значит, они ночевали на природе. Ходили, искали, ходили, искали. Помните, написано, если у кого-то пропадёт одна овца, сто овец, не пойдёт ли искать её? Не пойдёт ли искать? Те, кто потеряли собачку, любимую собаку, разве не будут искать? Ищут день за днём, пишут объявления, развешивают на улицах, обращаются в сети, в соцсети, потому что это дорого. Это не просто предмет, который можно забыть. Это не одна центовая монета, которая закатилась, ну пусть она упала под прилавок, да ладно. Это что-то, что дорого пастуху, пастырю. Это живое, это животное. И он не хотел бы это просто так отпустить и потерять. И он говорит, об ослицах, которые у тебя пропали уже три дня, не заботьтесь. Они нашлись. И кому всё вожделенное в Израиле, кому теперь самое лучшее в Израиле? Не тебе ли и всему дому отца твоего? И отвечал Саул и сказал, не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен израилевых? И племя моё, не малейшее ли между племенами колена Вениаминова? К чему ты говоришь мне это? Саул осознавал, что он из колена самого младшего, Вениамина. И вы знаете, что это колено такое было потерпевшее. В книге «Судьи» вы знаете, там колено, оно было даже частично истреблено за грехи, которые были там. Это было малое колено. «И вот сказал Самуил Саулу, простите, и взял Самуил Саула и слугу его и ввёл их в комнату и дал им первое место между званными, которое было около тридцати человек. И сказал Самуил повару, подай ту часть, которую я дал тебе и о которой я сказал тебе, отложи её у себя». Видите? «Заранее отложи эту часть». То есть он знал, что придёт человек. Посмотрите, какое водительство. Представьте, если вы находитесь у себя дома и Господь вам открывает, что к вам придёт кто-то и у вас заранее приготовлена пища. И вы знаете, что придёт Господь в лице какого-то человека. Вот таким человеком был Самуил. Он знал всё. Он знал все детали, всё, что нужно. И помните, когда он пришёл в дом Иесея, чтобы помазать Давида? Да, он сначала посмотрел старший сын, высокий, высокий рослый, красивый. Он говорит, наверное, это помазанный Господень. То есть по-человечески он подумал, но Бог тут же сказал ему, не смотри на него, не смотри так, как смотрит человек. Бог, человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. И вот семь сыновей подводил Иесей к Самуилу, и о каждом было открыто, что это не он. И он сказал, нет ли у тебя ещё сына? Он говорит, есть младший, там он при овцах пасёт. Позови его, мы не станем есть, пока он не придёт сюда. Видите, какое водительство, какое пророческое служение, какое откровение, какое водительство, слава Богу. Иисус Христос, когда пришёл на эту землю, Он знал всё. Написано, не было нужды, чтобы кто свидетельствовал Ему о человеке, ибо Сам знал, что в человеке. Он знал, что внутри человека. Ему не нужно было спрашивать, «Марфа, расскажи, как настроение у Марии?» Ему не нужно было спрашивать, «Пётр, как дела у твоего брата?» Потому что Иисус сам знал, что находится в каждом. Это Дух живого Бога. Это Христос. И Он знает всё. И поэтому Пётр сказал ему, «Господи, Ты всё знаешь». Сначала Пётр отрицал это. Когда Иисус говорил ему откровение. Какое откровение? Луки 22, стих 32. «Пётр, когда ты обратишься, утверди братьев своих, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Оказалось, всё хорошо здесь. Как это оскудела вера? Как это я должен обратиться, то есть покаяться, измениться? Господь всё знал. Друзья, вы верите, что Он всё знает? Вы верите в 138 Псалому, который говорит, «Господи, Ты знаешь всё, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Бог знает, когда ты склоняешь колени. Он знает, когда ты встаёшь. Он знает, когда ты ходишь, когда ты поднимаешь руки. Он знает всё». И вот когда Дух Божий, Дух пророческий проникает в кого-то из его детей, как вот пророков, то Господь даёт ему знания. Как апостол Павел сказал, знания ведь человеческое надмевает, а любовь назидает. И кто любит Бога, тому дано знание от него. Кто говорит, что всё знает, тот ничего не знает, как должно знать. Если сам человек говорит, «Я знаю». Детки могут иногда говорить, «Папа, я знаю», «Мама, я знаю», «Я сам знаю». Мы можем иногда сказать, «Я знаю». Но Библия говорит, кто говорит, что знает, он ещё не знает, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от него. 1 Коринфянам, 8 глава, 3 стих. Самуил любил Бога, и поэтому Бог давал ему знания. Кому вы делитесь самыми лучшими знаниями? С кем вы делитесь самой важной информацией, самой искренней, самой заветной информацией из своего сердца, с теми, кого вы знаете, кого вы любите, кто вас любит. С самым близким другом или друзьями вы можете поделиться сокровенным, что в вашем сердце. Вчера один служитель посетил меня из Армении. Он приедет к нам 11 числа марта, и он сказал, «Пастор, я хочу сказать тебе то, что другие не знают». И он поделился именно своим видением относительно служения. Когда ты любишь Бога, то ты близок к Нему, а когда ты близок к Нему, то ты становишься Его другом. А Господь говорит, «Вы друзья мои, поэтому я сказал вам все, что слышал от Отца моего». Слава Богу! Проблагодарим Бога, друзья, я хочу Ему воздать славу, я хочу воздать Ему славу. Господь делился с учениками, потому что они были Его друзьями. Он говорит, «Кто любит Бога, тому дано знание». Если наша любовь будет сильной к Богу, Бог даст нам знание, даст нам откровение о ком-то, о чём-то. Не то человеческое знание, которое нас надмивает, а духовное знание, которое нас, наоборот, смиряет. Мы удивляемся, что Господь вот так вот говорит неизвестное нам. Это, конечно, делает Святой Дух, потому что написано, «Кто имеет уши слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». И о друзьях вы знаете. Иисус сказал, это Иоанна 15-я глава, Он сказал, что «Вы друзья мои, потому сказал вам всё, что слышал от Отца». Иоанна 15-15. Итак, Иисус Христос, Он имел всё знание, и Духа Святого, который Он нам послал, Он имеет всё знание. Нигде в Писании не написано, чтобы Бог сказал, «Я не знаю, что мне делать». В смысле, «Я не знаю, не понимаю, я затрудняю». Это так только мы, люди, можем сказать. «Я не знаю, как поступить в этой ситуации». Бог всё знает, скажите «Аминь». Он знает, что было, Он знает, что есть, и знает, что будет. Мы с вами верим в великого Бога. Бог, который всё знает, Бог, который всё может, Бог, который знает, что лучше, как лучше и когда лучше. Аллилуйя, друзья! Мы с вами познаём Господа из Библии и познаём в своей жизни удивительного Бога, который знает времена, знает правильный момент, когда прийти в твою жизнь, когда помочь, когда всё сделать. Иисус знал. Он пришёл к Лазарю вовремя. Он пришёл, да, это было Божье время, когда Лазарь же умер. Он пришёл к девочке, которая умерла. Это тоже не было опоздания. Всё было в Божьих руках. Он знает всё. Он видит всё. Субтитры подогнал «Симон»